ПЕСНЯ Я мадам Вонг. Знаешь такую? Ну, я конечно знаю. Не знаешь, потому что никто ее не знает. Потому что кто ее знал, все уже... Того? Папаша? Да. Папаша, я ваша дочка. Да, я буду говорить таким голосом сегодня, пиратским. А я буду ходить вот так вот и готовить все. Подождите, пиратская программа? Пиратская программа, потому что мы пираты. Потому что мы пираты, это точно. Я тебе хочу сказать, что коктейль Кровавая Мэри делает чудеса. Серьезно? Да. Я не знаю, как Кровавая Мэри... Сан-Джек Воробей. Как Кровавая Мэри, а вот у меня чудеса будет делать белоснежная мука макфа. Аня, режь для салата огурцы. Огурцы. Соленые огурцы режь. Соленые? Да, и? А я вот так возьму. Соленые огурцы? Соленые огурцы, соленые. Я по-пиратски разговариваю. Они, наверное, так не разговаривали. Так разговаривают в этом деревне. Видишь, видишь, я плеечку судака отделяю от шкурочки, а? Вот так вот, молодец я. Оп, оп, пускай филе. Подожди, ну пираты же... Ну правильно, у нас такая как бы рыбная программа, потому что понятно, что пираты питаются морской пищей. И когда они в море. Ну а как, они все время в море? Да что ты говоришь? Нет. Ну у пиратов же были... Ты знаешь, что, вот, например, были пираты, которые были на основе английской королевы. Да ты что? Мы получали ордена и медали английские. Это была обычная тяжелая мужская работа. Но это была не только мужская работа. Хочешь, я расскажу про женщину-пиратскую историю? Расскажи мне про женщину-пиратскую историю. Один пират полюбил знатную даму, она полюбила его тоже. А не ушла от пираты? Да, и чтобы не расставаться с ним, она пришла к нему на корабль, но в обличии мужчины, потому что, ну, как бы, не особо не привычно брать женщину, не принято было брать женщину в то время. Это же, это же, ух. Да, и он ее так любил, что он ее переодел в мужчину, и они счастливы жили. Потом они захватили английский корабль, почти перебили всех солдат, но этой женщине понравился один пиратик с английского корабля. Ну, а оказалось, что это была тоже женщина, там была такая же история. На этой почве они очень сильно сдружились, и эту девушку с английского корабля звали Мэри. Она была, славилась таким очень таким нравом, она была очень смелая, любила выпить. И, кстати, она именно и забирала коктейль Кровавой Мэри. А то у нее была русская водка. С Ромом они делали раньше. С Ромом, да? Это сейчас уже такой у нас русский вариант Кровавой Мэри. А раньше пили они Ром, ты что? А русских пиратов не было, да? Русских? Ну, не было, не было русских пиратов. Так, что нам еще? Теперь я возьму, знаешь что? А нам нужно вот... Они есть везде. Для нашего любимого блюда рыба маска де гамма. Это рыба по-португальски. Это даже, я бы сказал, не рыба, это рис с рыбой и овощами. Нам нужен рис. Правильный рис, который удобно варить, который не прилипает ни к рукам, ни к краям кастрюли, ни к пакетилку, в которой он варится. Поэтому я опять обращусь к макфа. Прекрасный выбор. Рис макфа, это то, что нам нужно. Готовить его одно удовольствие, крупинка к крупинке, не прилипает, высшего качества. Отлично подойдет как для гарнира, так для фаршировки, так и для нашего блюда, где он одна из основных частей. Мне его надо не доварить. Вот я взял пакетики, буквально 5-7 минут подержал их в воде. Сейчас я дам рису стечь. Он не прилипнет ни к пакетику, ни к дуршлаку. И потом покажу, что с ним делать дальше. Вот отличный 80-гровой пакетик с пропаренным рисом макфа. Так, здесь у меня жарится судак. Обычное теле судака, боляло в муке, чтобы не прилипало. Для панировки из муки. Сейчас я его пожарю и отдам тебе в салат. Судак. Судак, да. А для основного португальского блюда я возьму новую доску и начну с шинковки чего, Анна? Анна, как вы думаете, что я начну? Лука. Лука, молодец. Молодец. А в салатном лук не нужен? В салатном лук. Салат и лук немножко возьмем огурчиком, зеленого лука возьмем. Зеленого, давай, давай. Можно сельдерея добавить в салат. Сельдерея у нас для кровавой мыли, но я немножко пожертвую. Да, пожертвую, пожалуйста, пожертвую, пожалуйста. Вот для пиратской кухни все соленое, мясо, овощи очень важны. Остро, конечно. Хранить было негде, было жарко. Они брали с собой вот откуда пошла слонина всякие. Потом дезинфекция организма, опять же. Да? Конечно. Правильно, слонину, если залить небольшим количеством воды, то можно ей придать такой объемный вид, а потом даже суп из нее сварить. Так. Ну, а где они брали воду, мне интересно, пираты? У них были какие-то запасы? Они воду они брали с собой в бочках, Анна. Воды у них не было, а приснители морской воды тогда еще не изобрели. Она была в бочках, и это была большая проблема. Пиратам иногда надо было заходить в близлежащие порты, чтобы пополнить прежде всего запас питьевой воды. Это была одна из самых больших... И их там могли взять? Ну, куда? В плен. Жарится, жарится у меня судачок. Я пожарю его до корочки. Помидор мы туда делаем в салат? Помидор нет. У нас он будет зеленый. У нас будет салат зеленый, огурец соленый, свежий, зеленый лук, сельдерей. Я сейчас тебе порежу чуть лучка. Я порежу тебе сейчас немножко на салат. Немножко. Так, все это мне не нужно больше. Это мне больше не нужно. Лучок. Я знаю, что Миша предпочитает, когда лезть салат и рвут, но я люблю его больше резать, и меленько. Я хочу сделать очень... Пожалуйста, пожалуйста, я люблю, когда вообще крупный, зеленый. Меленький салатик. А я не люблю, я люблю, чтобы все-таки в салат попадали ингредиенты в севру, а не, допустим, один огурец или один кусок помидора. Салат это салат. Как скажешь. Тебе сколько лука нужно? Чуть-чуть. Много не надо. Что, хватит? Нет, это много. Сколько? Да. Вот, супер, ты же там же еще зеленый. Вот видите, как в процессе готовки Анна забыла, что она помощницей начала творить свое собственное блюдо. Да? Молодец. Мы только этого от нее и ждали. Так. Много лука, это важно. Много лука. Листья салата. Сельдерейчик у нас пошел. Много лука. Сельдерей мне тоже будет нужен. А у нас его не так много. А ты мне оставь его чуть-чуть. Нам еще на кровавую мыли. У меня один вот, один, вот такой маленький, вот так вот. Один росток. Вот такой даже пойдет, да, спасибо. Один росток. Теперь мне нужны помидоры. Заправка у нас идет лимонно-оливковая, я надеюсь. Нет, сметана, масляна, майонезная. О, нет, давайте хотя бы не майонезная, Михаил. У нас судак. У нас судак там, да, жареный. Можем любую сделать. Вообще к рыбке хорошо, мне кажется, лимончик. Как скажете, Анна? Давай, да, лучше лимонно-перечно-оливковую. Вот помидорчик я подрежу сейчас. Помидорчик подрежу. Прекрасно. Так. Я делаю соус. Я возьму сочетание двух масел. Я возьму четыре перца масла. Мне нужна какая-то такая плошечка, глубокенькая. Ну ладно, я сейчас возьму вот здесь. Что ты возьмешь? А я возьму томатную пасту. Потом я возьму еще обычное оливковое масло. Незаменимый компонент нашей заправки, конечно, нерафинированное масло Борхес. Оно не только улучшит вкусовые качества нашего салата, но и обогатит его витаминами. Так, ложка. Мне нужна томатная паста. Большая ложка томатной пасты. Перец. Большая ложка томатной пасты. И лимончик. Оливковое масло с чесноком. И сам чеснок. Мне кажется, лимон к рыбе всего лучше всего подходит. Да? Вот я убеждена в этом. Да, в этом убеждены еще несколько миллионов человек. Да? Да. Давим. Даже не буду резать, просто подавлю чеснок. Так. С помидорами оставлю. В томатную пасту добавлю. Петрушку мы еще не порезали. Масло. Тебе петрушка нужна будет, Миша? Мне нужна будет, петрушка, да. Добавлю масло. Тебе порезанная нужна быть петрушка или нет? Нет, ну, нужна быть, конечно, порезанная. Но я могу сам порезать. Добавлю масло. Давай я порежу и тебя ставлю. Добавлю чеснок сюда. Я в соус ее положу. Томатную пасту. Томатную пасту. Теперь я сделаю вот что. Теперь я вот эту смесь с томатной пастой и чеснока залью. Залью небольшим количеством белого вина. Ого, это ты, куда идти ты? Это вино. Заливаешь это все. Томатную пасту и чеснок. О-о-о. И оливковое масло с чесноком. О-о-о. Теперь я положу на лук помидор. Тоже слоем. Но ровно. Вот слоистость в этом португальском блюде очень важна. Покрыли лук помидором. Лук покрыли помидором. Опять чуть-чуть посолили. Соль у тебя? Да. Посолили. Вот теперь самое главное. Теперь выкладываем на... Еще надо посолить. Выкладываем на помидоры рис. Напомню, он слегка недоварен. Выкладываем... Через вилочек. ...три пакетика риса. По 80 грамм. У нас стек рассыпчатый. Главное не пересолить, потому что у нас же там еще... И опять... Соленый огурчик. Опять делаем слой из риса. На помидоры. У нас все помидоры закрыты. Теперь на это дело добавляем нашу пасту томатную. О-о-о. Тоже. Разравниваем ее. А-а-а, как вкусно пахнет. Разравниваем ее с чесноком на рис. Ну, вы помните, что рис это макфа. Не обсуждается. Так, попробуем. Аккуратно доливаем, чтобы не образовывать ямок. Аккуратно так по бачку вино. Вино, 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 вино. Доливаем вино. Миша, рыбку все. Рыбку забирай. Рыбку забирай. Только не клади ее горячей. На салфетку, я не помню. Ну, салфетку обязательно остудить надо. Чуть-чуть водички, чтобы... Вот, самое малое, чтобы накрывало все. Берем салфетку. Водой. И как учил Михаил, убираем лишнее масло. Вот. Все. Чуть-чуть водички. Как только рис водой покрылся, вот так вот. Красоты необычной. А теперь, внимание, самое главное в нашем блюде. Далее в нашей программе. Громкие имена и легендарные личности. Мы с тобой и все люди, которые любят готовить, вас, Кадыгамо, должны быть особенно признательны. Эти люди пытались сфотографировать мадам Ванг. Знаменитая предводительница пиратов уже здесь. Теперь все знают, что Ванг выглядела как Семенович. Неплохо. Кулинар в восторге от неожиданного открытия. Немножечко водки, Михаил. Вася. Напоминаем, что барышня и кулинар сегодня в новых образах. Пятнадцать мертвецов, не на ней бутылка рома, на сундук. Пиратская программа, потому что мы пираты. В меню морских разбойников салат Джек Воробей в смелом исполнении отчаянной пиратки. Вот видите, как в процессе готовки она забыла, что она помощница и начала творить свое собственное блюдо. А также рыба по-португальски. Это даже, я бы сказал, не рыба, это рис с рыбой и овощами. Впереди убойный пиратский коктейль. А прямо сейчас главный секрет португальского слоеного блюда. Прежде чем его закрыть и оставить уже тушиться, это послойное произведение искусства. Мы выкладываем туда рыбу. Сначала мы ее посолим. Лимончик, ты уже выдавила его? Да, пожалуйста. Там осталось, да. Я чуть-чуть себе. Чуть-чуть себе. Рыбу можно выкладывать, дорогие друзья, можно выкладывать в филейку. В филейку. Совершенно спокойно. В филейную часть. А можно выкладывать вот так вот, видите? Только подресьте, чтобы при варке она, вот я, видите, сверху кожицу подрезал. Видите, да? Чтобы не рвало ее. Рыба должна полностью быть в нарисе. Рыба должна покрывать всю площадь нашей пиратской сковородки. Да? У меня рыба оказалась чуть больше, чем надо. Я ее погружаю в соус. Видите, вот полная сковорода у меня. Анна, вы посмотрите, как красиво. Какая рыбка золотистая. Свет вообще потрясающий. Анна, переложите мне петрушку. Пожалуйста. Мишка, а ты знаешь историю Васко-де-Гамо? Это же был потрясающий известный путешественник, который открыл Индию. Да. А помогли ему в этом пираты. Так что пираты не только плохое делали, но еще и хорошее. Были хорошие пираты, которые помогали таким изобретателям, как Васко-де-Гамо, открывать такие прекрасные... Я тебе скажу, что у Васко-де-Гамо... Места. В экипаже были пираты, безусловно. Но это были заключенные... Да, это были зэки. Пираты, которых осудили. Они пошли как штрафбат. Да. Они пошли на корабли Кваско-де-Гамо. Среди них были прекрасные мореплаватели. Поэтому они ему помогли. Они знали, куда плыть. Рыбка уже все, чуть теплая. Могу? Можешь. А ты знаешь, что мы с тобой и все люди, которые любят готовить Васко-де-Гамо, должны быть особенно признательными. Специи, потому что он привез. Да, он очень много специй из своих походов привез. Они же раньше были дороже золота, специи. Были. Были. Шафраны, бутаты. Да. Перцы разного вида. Петрушка с сельдереем у меня тоже уже готова. Ну, вот эта рыба Васко-де-Гамо уже готовится. Помните, да? Внизу лук. Потом помидоры с чесноком. Потом рис чуть недоваренный. Потом рыба. И старайтесь не перемешивать. Вот как в плове я всегда говорю, что можно убить плов перемешиванием. И вот в этой рыбе говорю, что не надо мешать рыбам. И все это залито смесью, томатной смесью с белым вином. Салатик. Ой, салатик готов, кстати, уже? Угу. Ты запаска разобралась? Угу. Пиратский салат Джек Воробей. Филе судака отделите от шкурки, нарежьте кубиками, обваляйте в муке и обжарьте на растительном масле. Остудите. Тем временем мелко нарежьте соленые и свежие огурцы, зеленый и репчатый лук, листья салата и стебли сельдерея. Все перемешайте в миске, а потом добавьте рыбу. Осталось лишь заправить все смесью из растительного масла, соли, перца, а также острого соуса. И пиратский салат готов. А ты знаешь, что до сих пор никто не знает, вот эта единственная, как его самая известная женщина, пират, мадам Вонг, как она выглядела. Она все время перевоплощалась, никто реально не знал, как она выгляделась. Нет. Ну как нет? Теперь все знают, что Вонг выглядела как Семенович. Неплохо. То есть она выглядела хорошо. Может быть, она жила, прикидывалась такой, знаешь, бедная овечка, все думали, какая порядочная женщина живет с нами рядом. А это оказалась пиратша, которая убивала людей. И все, кто пытались ее сфотографировать, были убиты. Она в полицию прислала фотографии, потому что за ее голову давали вознаграждение. Эти люди, трупов фотографии, эти люди пытались сфотографировать мадам Вонг. Так что, знаете ли, папарацци, задумайтесь. Девушки, известная мадам Вонг умела перевоплощаться. Ну, чтобы ее не поймала полиция. Хоть вы и не скрываетесь от полиции, умейте перевоплощаться. Так вам будет жить гораздо интереснее. Кровавая Мэрия, это что-то с водкой? Да, это придумала еще одна пиратка. Мэрия, немножечко водки, Михаил. Немного, Михаил, немножечко водки. Сейчас будет вкусно. Вкусно будет, да? Да. А ты любишь это дело, да? Кровавую Мэрия? Да. Ну, честно говоря, вообще водку не очень люблю. А, ну там же он не такой крепкий, как вот томатный сок, да? Надо как-то по ножу сливать, нет? Нет, ну так. Не помнишь это дело? Томатный сок. А давай попробуем по ножу слить. А что еще будет? Соль, перец и пиро сельдерей. Нам нужен блендер. А чеснока вам не нужно? Чеснока нам нет, не нужно, Мишка, прости. Как пахнет, а? Просто. Ну, захочется уже прекратить все это издевательство над собственным организмом. И начать это все уже есть. Ну, если не нужен чеснок, Семенович, никогда не помешает. Вот честное слово, чеснок, это, конечно, красиво. Смотрим. Ну, давайте, Анна, что я должен делать? Сельдерейчики, а помидорчики. Как следует надо только. Чтоб прям кашица была. Ай, жестокая, жестокая, кровавая мэрия, жестокая. Теперь хоррэ. Хоррэ? Да. Анна, у меня дело. У тебя дело, я вижу. Да, я хочу отъехать чуть-чуть соуса. А то у меня булька, у меня повышенная булькность. Ой. Так. Очень витаминный, кстати, напиток. Жадность у меня, жадность у меня. Я не мог это делать, не делать. Вот это вот пюрешечка размешивается. Готовность этого блюда определяется по готовности риса. Как только рис готов, значит, блюдо тоже готово. Бомба. Честное слово, бомба. А еще сюда добавляется соевый соус. Ну, сюда может пойти любой соус острый. Чуть-чуть по вкусу. Надо добраться до риса. До риса надо добраться. И перемешаем, и попробуем. Все минуты пять. Попробуем. Вот оно. Сразу закуска и напиток. Вы не понимаете, как это... Этот напиток еще очень помогает от похмелья, кстати. Да. Чуть посоли еще. А, и тут можно посолить. Давай, Миш. На. Для кровавой мэри водку смешайте с томатным соком. В блендере измельчите до состояния пюре сельдерей с помидорами и отправьте в коктейль. Осталось лишь посолить, поперчить, и напиток настоящих пиратов готов. Ой, красота какая. Ты думаешь, сельдерей будет расти в этом салате? Да. А сейчас он напитается водкой с томатным соком, и мы его можно будет грызть. И можно его будет кушать, конечно. Я понимаю, я понимаю. Далее в нашей программе. Давай объявим сегодняшний день международным днем пирата. Придумать название для нового праздника не так-то просто. Да, международным днем доброго пирата. Нет, международным днем сытого пирата. Куда проще угодить пиратам. Мама, если бы так ели пираты. Да еще так, чтобы душа пела. Шаланды полные кефали. В Одессу Костя приводи. Сегодня барышня и кулинар готовят обед для настоящих пиратов. А в Португаль, кстати, были самые пиратские пираты. Приготовление португальского блюда из рыбы, риса и овощей превратилось в настоящее испытание для кулинара. Как пахнет, а просто... Ну, захочется уже прекратить все это издевательство над собственным организмом и начать это все уже есть. А салат Джек-Воровей просто лишил барышню дара речи. Угу. Заправка разобралась? Угу. Что же будет после сурового пиратского коктейля? Кровавая моря, это что-то с лодкой? Узнаем чуть позже. А пока секреты красоты от нашей красотки. Девчонки, все мы знаем, что наша улыбка обезоруживает. Чаще улыбайтесь. Но для того, чтобы не стесняться улыбаться, нужно держать свои зубки в прекрасном состоянии. Для этого нужно брать таблеточки активированного угля, растолочь их и положить на щеточку. И каждый день на ночь чистить зубки активированным углем. Они будут белые и прекрасные. А еще можно жевать хвойные иголки. Не смейтесь, это правда очень хорошее средство. Хвой отбеливает зубы и заживляет ранки надесных. И тогда ваша улыбка будет обезоруживающей. И ни один мужчина перед вами не устоит. Улыбайтесь и будьте счастливы. Так, ну что, у нас готово все, можем пробовать. Смотри, какая у меня рыба получилась. Мама моя, а? Смотри, какая у меня получилась рыба. А какой у меня красивый салат. Не-не-не-не, салат, конечно, понятно. Вот это настоящая пиратская рыба. Да и с рисом еще. Рыба да и с рисом. И с луком, а? Мама моя дорогая, а? Мама, если бы так ели пираты. Если бы так ели пираты. Какой полез. Сплошные витамины в зеленом салате. Они бы сразу стали добрыми и законно послушившись. Вот филешечка пошла. Ну-ка попробую. Отложим. Как с солью. Слоями как и надо. Вот честное слово. Все-таки мы с тобой молодцы. А цвет? Чтобы приготовить это португальское блюдо, обжарьте мелко нарубленный лук, а потом выложите на него слой помидоров, нарезанных кружками. Посолите. И спустя несколько минут расположите на помидорах слой отваренного для полуготовности риса. Пока томится рис, растительное масло смешайте с томатной пастой, добавьте давленный чеснок, плесните немного белого вина и воды. Этот соус вылейте на рис. Сверху выложите небольшие куски рыбы и посыпьте мелко нарезанными петрушкой и сельдереем. Не перемешивайте. Готовность блюда определяйте по готовности риса. Посмотрите, это так называемые пиратские кулинарные раскопки. Это три исторических слоя. Лук с помидорами там, рыба и рис. Лук с помидорами, рис и рыба. Рыба, рис, лук с помидорами. Видите, это кто скажет мне, что это некрасиво и невкусно, тот мой злейший враг на веки веков. На веки веков. Салат нереальный. Салат нереальный, пиратский салат. Я тебе уверен, что рыба тоже хороша. Вот именно так вот португалия любит... Кужит рыбу. Кужит рыбу. Вот она должна быть в соусе, понимаешь? Она должна быть в соусе и обязательно с рисом. Вот это настоящая португальская рыба. Ну, я не знаю, ребята. Я жалею, что сегодня нет никакого праздника. Потому что это на самом деле блюдо праздничное. Давай объявим сегодняшний день международным днем пирата. Давай. Я согласна. Нет, международным днем доброго пирата. Доброго пирата. Да, международным днем доброго пирата. Нет, международным днем сытого пирата. Сытого, довольного, неприступного пирата. Хотя добрый, сытый в данном контексте, Анна, мне вот отсюда обязательно... Подливочки тебе? Конечно. Вот это вот должно быть... Плавать должно. Рис и рыба должны плавать. А я не хочу так. Ты можешь брать по суше. А, красота-то какая. Зеленый салат с судаком, с филе судака. И оранжевый пиратский рис с филе судака. Ну, давай попробуем. Судака и была кефаль. Вот эти большие куски, это кефаль. Кефаль, это которая... Миша, про это в этой песне? Да. Шаланды полные кефали. Вот это вот пипаля есть. Сукостья приводил, и все бендюжники вставали, Когда в пивную он входил, тан-тан-тан. Ну, давай. Знаете, что я вам хочу сказать? Экспериментируйте, переуплощайтесь, устраивайте себе праздники. Готовьте и ешьте побольше морепродуктов. Ну, и, конечно, не забывайте про нас, про ваших пиратов, парышню и кулинара. Для того, чтобы быть достающим пиратом, сейчас совершенно необязательно выходить в море и нападать на невинные корабли. Можно просто переодеться и пойти на кухню. Да. Нет, вырядиться и пойти на кухню. Да. И не стесняйтесь наряжаться. Даже дома. Парышня и кулинар, пальчики оближешь вкусная еда. Посмотри, послушай, здесь рецепты лучшие сможешь ты найти всегда.